Всем привет! Меня зовут Милена, мне 21 год, и я родилась и выросла в городе Солнце. Я там прожила 18 лет, мои родители переехали туда 25 лет назад и до сих пор там живут. Я часто разговаривала с родителями, что вдруг их повело туда, в Сибирь, в тайгу. И они мне рассказывали, что, жив в городе, им захотелось чего-то большего. И узнав про Виссариона, про то, что он хочет построить, им это откликнулось, и они поехали туда. Мне хочется поблагодарить их за то, что у меня детство пришло в такой атмосфере, среди таких замечательных людей. Там живут люди искренние, открытые, всегда помогают друг другу, и в сложные минуты, и вообще. И это дорогого стоит. Хочется сразу отметить, что нас никогда ни в чём не ограничивали, нам ничего не запрещали. Всегда люди туда ехали, люди находились там по своей воле. Никто никогда ничего там не запрещал. Поэтому хочется сказать, что не торопитесь делать выводы о том, что говорят сейчас в СМИ, которые очень много преподносят ложной информации. Это в большинстве случаев не является действительностью. Поэтому очень грустно смотреть на то, что наше место, в котором мы выросли, так преподносят. Там на самом деле очень хорошо. Там, когда туда попадаешь, просто забываешь обо всём и наслаждаешься каждым моментом, наслаждаешься этой чудесной природой. Друзья, здравствуйте. Меня зовут Анастасия, и я записываю это видео для тех, кто впервые слышит, что такое община из Сыривона. Скажу сразу, я не из тех мест, я там не родилась, я там долго не жила. Но когда-то моя семья искала деревню для жизни, чтобы вести огород. И мы выбрали деревню Гуляевка, которая находится недалеко от города Солнца. Я поначалу, когда услышала о том, что там существует какая-то община, какая-то вера, я подумала, что там живут какие-то странные, лечавшие люди. Хочу, кстати, отметить, что до города Солнца находится очень много деревень, и почти в каждой из них живут последователи. Также в этих деревнях живут люди, которые просто там живут, которые не приняли эту веру, а некоторые и вовсе атеисты. Изменьте, все они очень дружно уживаются друг с другом, а тем более уж последователями представляют абсолютно никакой угрозы. Эти люди, они добрые, они блаженные слегка, но они живут в гармонии с собой, в гармонии с природой. А что им не быть блаженными-то? Классные, позитивные люди. Я знаю местных уже почти 10 лет. И это, знаете, самые доброжелательные люди из всех, кого я знала. Я думаю, они не заслуживают тех оскорблений, которые сыпятся в их адрес, в комментариях, под разными постами. Что касается Виссариона, лично мне абсолютно не близка его вера, его идея жизни общиной. Но я не оскорбляю людей за их выбор в него верить. Они имеют на это полное право. И то, что они не такие, как все, не значит, что они ненормальные. Тут возникает другой вопрос. Почему? Как так произошло, что община просуществовала 30 лет? И никаких посягательств со стороны государства не было. Почему именно сейчас это произошло? Цель этого видео, это, конечно же, выразить поддержку местным жителям и привлечь внимание к тому, что происходит. Эта земля стала для многих домом. А Виссарион был на этой земле неким гарантом, что в этот дом никто посторонний не войдет. Остается только догадываться, как изменится жизнь последователей на горе после сложившейся ситуации. Субтитры создавал DimaTorzok